Действительно, проблема является весьма актуальной, ведь ежегодно в мире регистрируется приблизительно 1 миллион новых случаев рака желудка. Заболеваемость возрастает и на Западе в настоящее время. Странными лидерами по-прежнему являются Япония, Китай, Россия и Корея. К сожалению, в ежегодном мире регистрируется более 700 случаев летальных исходов от рака желудка. В структуре заболеваемости среди всех злокачественных на образовании желудочно-кишечного тракта рак желудка занимает второе место среди смертности по причине смертности первое. Перейдем же непосредственно к лечению рака желудка. Как нам известно, все мы прекрасно знаем, наиболее эффективные схемы первой линии лекарственной терапии с включением препаратов платины, фторпирамидинов. Но, к сожалению, рано или поздно у пациентов будет зарегистрировано прогрессирование заболевания. И что же нам делать дальше? Как поступить в такой ситуации? Прежде чем продолжить, позвольте задать вам вопрос. Какую схему второй линии лекарственной терапии вы чаще всего используете в своей клинической практике? Какую вы чаще используете? Или какую можно было бы использовать? Ну, лучше чаще, да. Какую вы чаще всего используете? Благодарю за ответы. Да, можно перейти дальше, пожалуйста. Да, согласно рекомендациям НССН, Русска, вторая линия лекарственной терапии должна включать препараты, соответственно, не вошедшие в первую линию лекарственной терапии. Это могут быть препараты токсанового ряда, иринотокан. Но прошу обратить ваше внимание на то, что в настоящих рекомендациях в настоящее время появился препарат Рамоцурумаб. Как известно, в 2014 году FDA зарегистрировал этот препарат в качестве второй линии лекарственной терапии в сочетании с пакальтокселом для пациентов с местно распространенным метастатическим раком желудка или гастроэзофагиального перехода. И в ноябре этого года на территории нашей страны также был зарегистрирован этот препарат. Что же такое Рамоцурумаб? Это ингибитор рецептора эндотелиального фактора роста второго типа. Препарат также блокирует и леганды данного рецептора, такие как VGFA, CED, тем самым обладая антиангиогенным эффектом. Препарат был включен в различные клинические исследования. Одно из регистрационных исследований Rainbone третьей фазы, в котором одна группа пациентов получала Рамоцурумаб в сочетании с пакальтокселом, вторая группа пациентов – пакальтоксел и плацебо. И было доказано, что медиана общей выживаемости в первой группе пациентов с включением Рамоцурумаба превысила более чем на 2 месяца. Медиана общей выживаемости по отношению ко второй группе пациентов. Также увеличилась частота противоопухолевого ответа и частота случаев контроля над заболеванием. Теперь позвольте поделиться с вами клиническим опытом. В нашем учреждении пациенты получали препарат Рамоцурумаб циразма. В рамках программы расширенного доступа предоставлены фармацевтической компанией «Элилили» в период с 2015-2017 года. Пациент молодой, 31 год, с мая 2015 года начал отмечать затруднения при глотании твердой пищи, была потеря веса первой степени, достаточно классические признаки заболевания рака желудка. По данным эзофагогастродуаденоскопии было выявлено ригидное образование, суживающее просвет, имеющее контактную кровоточивость. По данным гистологического исследования умеренно дифференцировано аденокарцином. В нашем учреждении с ноября 2015 года было проведено три цикла предоперационной химиотерапии по схеме 5-2-рацилцисплотин. Был достигнут эффект лечения в рамках частичного регресса. После этого хирургический этап лечения, расширенная резекция нижней трети пищевода с одномоментной пластикой. По данным гистологического заключения послеоперационного материала, непосредственно диагноз был подтвержден, умеренно дифференцировано тубулярно аденокарцинома. У пациента HER2-неостатус был отрицательный. Далее третьим этапом было выполнено три цикла послеоперационной химиотерапии по той же схеме. После этого пациент был отправлен на динамическое наблюдение и по данным компьютерной томографии органов брюшной полости в сентябре 2016 года зарегистрировано прогрессирование заболеваний в виде появления метастазов в абдоминальных и лимфатических узлах параковальный параортальный групп. И после этого в ноябре 2016 года он был включен в программу расширенного доступа и принимал непосредственно лекарственную терапию рамоцирумавом в сочетании с паклитоксилом. Было выполнено суммарно 9 циклов терапии. Прошу обратить ваше внимание на представленные снимки компьютерной томографии до лечения в ноябре 2016 года. Затем в апреле 2017 года мы уже видим зарегистрированный частичный регресс. И в июле месяца 2017 года мы видим полный регресс у пациента на фоне терапии рамоцирумавом в сочетании с паклитоксилом. После этого было проведено два консолидирующих цикла в прежних дозах. И в настоящее время с октября месяца пациент находится на поддерживающей терапии рамоцирумавом. Буквально на днях им было выполнено последнее контрольное обследование очередной компьютерной томографии органов брюшной полости, по данным которой сохраняется полный регресс. Нет ни одного визуализируемого подозрительного на метастаз очага. В заключение хотелось бы сказать, что применение рамоцирумава с паклитоксилом статистически значимо увеличивает продолжительность жизни больных. И тем самым, возможно, является важной составляющей лечения при аденокарциномии желудка или гастроэзофагиального перехода у пациентов, имеющих прогрессирование после первой линии химиотерапии. И позвольте задать вам снова вопрос. Какую схему второй линии лекарственной терапии вы бы предпочли? Ну, на это и было рассчитано, да. Спасибо. Да, спасибо за ваши ответы. Спасибо большое, Аня Погосовна. У меня такой вот опыт. Действительно, ой, не опыт, а вопросы или комментарии. Действительно, сейчас рамоцирумап является важной, основной, одной из основных линий, второй линии лечения рака желудка. Но мы понимаем, что, например, в первой линии есть токсансодержащий режим, особенно для компенсированных, молодых, сохранных пациентов на основании доцитоксила. Но всё-таки, когда мы видим метастатического пациента без HER2-экспрессии, как мы должны планировать первую линию, какая оптимальная схема химиотерапии должна быть в первой линии, чтобы мы во второй линии могли бы назначить пациенту рамоцирумап в комбинации с поклитоксилой. Насколько я понимаю, что рамоцирумап зарегистрирован, комбинаторный партнёр к рамоцирумапу является токсаной. Да, но в настоящих рекомендациях и НССН, и РУССКО, которые я предоставила для обсуждения, там непосредственно зарегистрированы рамоцирумап в качестве монотерапии также. Да, поэтому, соответственно, всё-таки в сочетании с поклитоксилом эффективность некоторая выше, чем в монорежиме, но, однако, такой вариант также существует. Если мы планируем оптимальный вариант лечения пациента, какую бы схему мы предпочли бы в первой линии химиотерапии, чтобы во второй линии назначить максимально эффективную комбинацию рамоцирумапа с поклитоксилом? Я думаю, что всё-таки необходимо назначать в качестве первой линии химиотерапии схемы, содержащие второперимидин и препараты платины. Да, то есть препараты платины с комбинацией с 5-2 рациона, наиболее эффективные препараты в данный момент. Будут ещё вопросы к Ане Погуссуну? Да, пожалуйста. Ане Погуссуна, скажите, пожалуйста, у вас есть опыт применения препарата Тейсуна в комбинации с Исплатиной? Вот у нас есть опыт очень хороший. Гораздо лучше переносится Тейсуна, чем второй рацион во всех схемах. Нет, к сожалению, нет такого. Я не расслышала, простите, какой? Тейсуна. Раньше назывался С1 японский препарат. А, да, да. Сейчас Тейсуна. А как у вас был такой опыт? Как доступен этого препарата? Ну, у нас сейчас, например, где-то человек 12 идут в первой линии с очень хорошим эффектом. Буквально через 2-3 курса метастазы в печени рассасываются практически полностью. То есть у вас в онкодиспансере он… Мы его закупаем. Вы его закупаете. Ну, это же тоже препарат у нас тот же самый… Это фтор-перемидин. Это фтор-перемидин. Да, но там еще дегафор плюс урацин плюс еще один компонент, который улучшает переносимость и увеличивает эффективность. Я согласна. Так просто получилось. Действительно, это японский препарат С1 в свое время. И наибольшая доказательная база имеется именно на японской популяции населения, так скажем. Поэтому и даже было отмечено то же самое в отношении и GFR-ингибиторов. Имеется разная эффективность препаратов. Поэтому надо действительно накопить большой… Ну, накопить наш собственный опыт. И препарат действительно эффективный. И вот те данные, которыми вы обладаете, они очень интересны. Их надо получить и посмотреть, насколько разнится ответ в той же самой европейской популяции, так скажем, по сравнению с японской. Спасибо большое за комментарий. Да, пожалуйста. У нас тоже есть большой опыт применения цисплотина с С1. Наверное, это очень актуально для тех пациентов, у которых нет возможности проведения длительных инфузий 5-туроцила по какой-либо причине постановки ПИК-катетера или порт-системы. И в таком случае можно комбинировать цисплотин с С1. А я хотела задать следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, пациент получал поклитоксил с рамоцирумабом. Скажите, а никакие осложнения вы наблюдали в течение 9 введений? Да, хороший вопрос, спасибо большое. На самом деле пациент очень хорошо переносил терапию. Единственное из осложнений, которое у него было, это гематологическая токсичность 3-4 степени, нейтропиния 3-4 степени без подъема температуры тела. Это единственное, что было замечено из всех возможных осложнений. Спасибо большое. Давайте еще раз поблагодарим, а не по голосам. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует...